В Люберцах прошел турнир по боксу. Приурочен он к Международному дню бокса, который отмечается в двухстах странах мира на протяжении четырех лет. Как прошли бои в округе, смотрите далее. Шумно и зрелищно. Бои шли на открытом воздухе. В Наташинском парке оборудовали ринк и места для зрителей. Вход свободный, поэтому все гости парка могли наблюдать за боями сильнейших боксеров. Люберцы – это, мне кажется, территория таких сильных, мощных, брутальных мужчин и парней. И бокс – ударный вид спорта, который тоже очень любит и уважает в городе. Огромное спасибо местному спорткомитету, любителям спорта. В Люберцах боксом занимается около двух тысяч спортсменов. Это развитое и востребованное направление в спорте. В Кубке «Единой России» приняли участие ученики комплексной спортивной школы Олимпийского резерва «Люберец» и команда Москвы, Московской и Орловской областей. Бой Люберчанина Кирилла Милканяна закончился его победой. Бой был сложный, честно сказать. Вообще мне все понравилось. Атмосфера, людно. Это мотивировало на победу. Вообще я сюда ехал, чтобы побежать. Награждение спортсменов провели депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и специальный гость. Победитель шоу «Король ринга» – заслуженный артист России Николай Лукинский. Вы знаете, очень хороший уровень. Подготовка очень хорошая. С некоторыми из них я просто тренировался вместе в зале бокса в «Спартаке» в «Люберцах». Поэтому, в принципе, знаю. Не вот только что впервые вижу. На ринге боксеры, которые провели в своей спортивной карьере около 30 боев. Они показали свои профессиональные возможности в показательных поединках. Я считаю, это правильно. То, что проводят на публику. Ребят готовят к профессиональному дальнейшему боксу. Они выступают перед публикой, выходят. Музыка, все круто играет. Мне очень нравится. По итогам турнира командный кубок по боксу «Единой России-2022» завоевали боксеры из «Люберец». Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.